Танечка, сначала, для того, чтобы сделать оригами, нам надо размять дремочки, да? Дремочки, будем размыть. Смотри, оп, сделай такой замочек. И как-то такие волшебные слова. На двери висит замок, кто открыть него бы смог. Постучали, покрутили, потянули и открыли. Молодец, теперь давай еще один стюшочек, давай. Давай вот так, давай, как я уже уколо-то. Что за скрип, что за хруст, это что еще за куст? Как же быть без хруста, если я капуста? Мы капусту рубим в руку, мы морковку трем-трем, мы капусту солим-солим, мы капусту шмем, шмем. Что-то понравилось? Да, да. Скажи, пожалуйста, ты знаешь сказку? Да. Какая твоя любимая сказка? Не знаю. Ну, самое последнее, какой лиц вы делали? Я нечего, там еще мистинки. Мультики, мистинки. А какой твой любимый мультик? Мой лютый фоник. О, как интересный. А что там, расскажи. Ну, там про добрых фоник, маленький. Интересный случай. А там днем немало? Очень немало. Очень немало. Они волшебные? Да. В единороге, пегасы и обычные. Обычные фоники, да? А что они умеют делать? Ну, в единороге там давать пегасы, лекать. А земные фоники, еду, высаживать, на цветы. Очень интересно. И там у них три принцессы. А это что? Одна Селестия, парадокси, всем миром, там и Луна, ее сестра. Селестия поднимает солнце с утра, а Луна – ночь. И еще есть принцесса Каденс. Это она в предстоящей империи. Очень интересно. Скажи, пожалуйста, там кто-нибудь тень, кто исполняет желание? Вот это. Нет. Я знаю сказ, там кто-нибудь тень, кто исполняет желание. Хочешь, мы сейчас его сделаем? Угу. И отдам тебе, чтобы у тебя тоже были исполняли желание. Не говори? Выбери какой-нибудь. Или желтый, или оранжевый свет. Какой у тебя пришло? Можно красный. Желтый, хорошенький. А я тогда арханешеку, да? А потом ты мне скажешь. Скажешь, что я в сказке? Вот эта герушка, которая исполняет желание, да? А дальше полностью Танечка все-все-все за мной повторяешь. Хорошо? Сышь, дайте, я буду помогать. Так, ну-ка, какая там у нас треугольничек? Прямо у нас. Парам у нас. Парам у нас. Ну, хорошо. Пускай будет румяр. А теперь, когда мы взлом сделаем с тобой треугольник. Ну-ка, как ты делаешь треугольничек? Да, очень правильно. А, ну-ка, давайте. Так. С треугольничек хорошо. Потому что бумага любит глаз. Да. Потому что мы ее бумаги любит. Хорошо. А теперь смотрим на свежая уголочка. Так, как будто они забираются. Так? Да? Забрался на свежую. Вот. Вот. И второй уголочек тоже забрался на свежую. Аккуратненько, аккуратненько. А теперь, там, оказывается, на свежее глубокая пещера. Ну-ка, наши уголочки хотят пойти вниз в эту пещеру. Вниз, 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 вниз. Вниз, вниз, вниз. Вниз, 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 вниз. Хорошо. По обмотили. И второй, где только за ним спустился вниз. И еще. Там оказались в вороте. Смотрите, мы пальчик ставим посередине. Берем один уголочек и распределем. Так, что торчал. Хорошо. Ворот, вверх. И второй. Точно так же делаем. Начались вот такие наручки. Казалось, заворот. А немножко балочки не испугались. И вот так сделаем. Раз. Все. Все то еще ушло. Хорошо. Теперь перевернули в сторону. И этот уголочек тоже наобед поднимем. И на шлеме за чудовищем. Шлем. Вот такой. Можно даже надеть на себя. Вот такой шлем. А в шлеме на водичках. На водичке. Казалось. Золотая рыба. Сейчас у нас появится с тобой золотая рыба. Сейчас я тебе покажу. Смотрим хвостик. Вот такая красивая золотая рыба получается. Вот так. Вот так. Хорошо. Может быть хвостик и вниз торчат. Золотая рыба. Получилось? Все у тебя все правильно получилось. Вот так. Вот она у тебя золотая рыбка. А скажи пожалуйста. С какой сказки у нас золотая рыбка? Надо исполнять все желания. Как называется? Сказка про золотую рыбка. Скажи пожалуйста. Кто там еще у нас был? Какие герои? Ты помнишь? Я. Баба. Вот. Смотри. Баба к тебе пришла. Да? И кто к тебе пришел? И дед пришел. Скажи пожалуйста. А что они делали золотой рыбкой? Поймал ее. Она говорила. Отпусти ее. Я делал желание. Отпусти. Пришел к бабе и сказала. Поймал золотую рыбку и желание. Она сказала. Лучше не отпускал бы ее. Иди здесь. Скажи ей. Чтобы она заняла наш дом. В прекрасном. Что день пошел? Пошел и сказал. Золотой рыбкой. Сделал. Золотой рыбкой. Сделал. Чтобы дождь был прекрасный. Я же сделала. Так. Ты думаешь почему она не сделала? Потому что она говорила. Что не желание. Значит об обещании держит. Сдерживай. Да? Хорошо. А что дальше случилось? Пришел к бабе и сказал. Лучше сказать. Я убрала рыбки. Чтобы баба была царицей. И пошел. И в каком бы я сказал. Чтобы бабе была царицей. Чтобы баба была царицей. И чтобы баба постолела тебя? А то баба говорит опять. Лучше б ты сделала меня королевой. Пошел к золотой рыбке. И сказал лучше б ты сделала бабу королевой. И что, ну сделала рыбку? Да. А что потом случилось? Потом она захотела стать царицей своего моря. Пошел где-то, как предысказал, сделала ему бабу царицей моря. А рыбка не пришла и сделала то, кто желает его себе. А еще почему она это сделала? Потому что она царица во море. А потом что? А там все обычно было. Да, все обычно, верно мылость, да? Скажи, пожалуйста, а кто тебе герой больше всего нравится в этой море? Золотая рыбка. Почему? Ну потому что золотая она. Золотая? То ты скажешь, что она красивая? Ну и потому что рыба не может сделать еще. Скажи, а в жизни такое бывает? Нет. Золотых рыбок не бывает? Ну, не исполняется, наверное, но порода бывает. Настоящие, да, можно обогнать, чтобы люди живы, да? У меня в парке когда-то желану пришли, а на вдохновение у тебя есть. Ну, все подограды, да? Ну и все, обращаемся с героями нашим. Скажем, да? Света. 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 О, привет. А вот это только тебе остается. А вот ты, хорошо, исполнил твои желания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...